Валентина Николаевна Несмотря на весь пафос этих слов, это действительно моя вторая мама, которая очень много вложила в такой заряд позитива. Это настолько светлый человек. Когда я узнала, что будет юбилей 20 апреля, я сказала, что в какой бы точке мира я ни находилась, а я на тот момент была в Камбодже, я сказала, что 20 апреля я буду в Ульяновске. Поздравить именинницу пришли и ее бывшие коллеги из Ульяновской филармонии. Более 30 лет Валентина Николаевна проработала в филармониях Кирова и Ульяновском. Смирницкую ценили в творческих кругах не только за завораживающий голос, но и за работу по музыкальному воспитанию подрастающего поколения. Она 25 лет проработала в музыкальном училище. Ее путь на сцену был непростой. Валентина Николаевна с удовольствием рассказала, как она стала певицей. Страшно было тяжело, потому что я же ноты-то не знала, я все со слуха. Но у меня такие были педагоги, по специальности она училась в Италии, вернее, ее педагог учился в Италии. И когда пели, мне говорили, что вы поете прям как итальянка. И вот, значит, это... И спрашивали, вы не в Италии учились? Я говорю, нет, я в Саратове училась. И была еще педагог по камерному, которая меня так научила петь романсы, и день и ночь я с ней занималась. Я выучила 500 произведений. Я вышла из консерватории полностью, так сказать, все, все, что хочешь. Хочешь Чайковского, хочешь Рахманиного, хочешь там Сверидова. То есть всех композиторов она меня выучила по три штучки. Как-то раз в Киров приехал Ярославский симфонический оркестр. Валентина Смирницкая с ними спела. После этого Альфред Николаевич Яцков, администратор оркестра, сделал ей предложение стать его женой, от которого она не смогла отказаться. Они прожили недолго, но счастливы. Через два года после того, как они приехали в Ульяновск, Альфред Николаевич скончался. В юбилейный день рождения дверь в квартиру Валентины Николаевны не закрывалась. Цветы, подарки, прекрасные слова украшали праздничный вечер. Ее пришли поздравить друзья по клубу ветеранов, встреча, с которыми она тесно общается в последние годы и дает даже там концерты. Уже перед нашим уходом с нами согласилась поговорить помощница Валентины Николаевны Галина Абдульманова. Пожалуй, без нее певица не смогла бы жить. Когда в больницу нам надо было класть, я тоже ей звонила. В общем, огромное ей спасибо. Побольше у таких людей. И спасибо хочу сказать в нашем доме. Ну, как она, старший дома. Надя тоже хочет сказать спасибо, которая тоже очень большого, в общем, огромную такую помощь нам оказывает, тоже помогает. И всем остальным, кто нам помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова